Житель Узгенского района Кимсанбай Абдаразаков следит за новостями каждый день, несмотря на свой возраст. Ветерану уже 95 лет, но он все равно живо переживает за будущее страны и все происходящее в ней. После распада СССР мы получили свободу, с которой не смогли совладеть. Перевороты и коррупция – следствие нашей же неопытности. Я очень надеюсь, что беспорядки 2010 года больше никогда не повторятся. Считаю, что вопрос внесения изменений в Конституцию 2010 года подняли правильно. Поддерживает ветераны введение Института народного Курултая, напоминая о том, что именно на таких собраниях в прошлом наши предки решали важные вопросы. Если в состав Курултая войдут хорошие люди с чистыми намерениями, это, несомненно, поможет в развитии страны. Сегодня ветеран обеспокоен тем, кто будет нести ответственность за выплату долгов, которые числятся за страной. А значит, и за каждым кыргызстанцем. И сетует, что в таком положении страна оказалась из-за коррумпированности чиновников. Бывшие президенты могли ведь построить заводы и фабрики, создать рабочие места и повысить уровень жизни. Но, увы, они упустили свой шанс. Я хочу верить, что будущий президент, получив такую возможность, не упустит ее и хорошо послужит народу. Уже 10 января народу Кыргызстана предстоит сделать новый выбор, определить, кто будет управлять государством и какая форма правления, парламентская или президентская, для страны предпочтительнее. Ветеран надеется, что это непростое испытание кыргызстанцы должны пройти с честью. Выбрать самого достойного главу государства, чтобы этот разумный выбор изменил к лучшему будущее Отечества.